тема вирусная инфекция 21 век это век вирусной патологии в настоящее время отмечается атака со стороны инфекций и соматические заболевания хотя и остаются но наступают вирусы которые дают тяжелое бактериальное осложнение среди вирусных инфекций самыми массовыми являются острые респираторные заболевания термин был узаконен еще в советском союзе в 1968 году к этим заболеваниям относятся вирусы гриппа парагриппа респираторно-синтециальный вирус аденовирусы характерные особенности ОРЗ это быстрое распространение с охватом больших территорий высокая чувствительность детей особенность иммунитета это изменчивость возбудителей и наличие большого количества видов частое осложнение со стороны дыхательных путей пневмонии существует группа вирусов это тоже вирусная воздушно-капельная инфекции для них дыхательные пути это входные ворота это вирусы кори паратита натуральной и ветряной оспы эти вирусы обуславливают генерализованную инфекцию часто старичным поражением дыхательных путей грипп грипп это острое инфекционное заболевание характеризуется поражением верхних дыхательных путей большой контагиозностью и склонностью к эпидемическому распространению токсономия вирус гриппа относится к семейству орта микса вириде микса вирусы обладают с родством к муцину морфология это рнк содержащий вирус сферической формы диаметр от 80 до 120 нанометров имеет наружную липопротеидную оболочку оболочка покрыта шипиками а шипики образованы двумя гликопротеидами гемаглютинином и нейроаминидазой нуклеокапсид состоит из восьми фрагментов антигенная структура вирус гриппа имеет три серологических типа а b c каждый из типов характеризуется наличием трех антигенов это с общий антиген h антиген или гемаглютинин он обуславливает инфекционное свойство вируса н антиген нейроаминидаза имеет свойство фермента и способствует освобождению вируса из клетки за счет гемаглютинина и нейроаминидазы возникают все новые и новые антигенные варианты вируса гриппа вирус гриппа а на основании различных сочетаний гемаглютинина и нейроаминидазы делятся на подтипы а нулевое эпидемии были с 1933 по 1947 год а первая эпидемия с 1947 по 1957 год а два 1957 1968 годы резистентность вируса во внешней среде вирусы гриппа хорошо переносит замораживание но погибают от действия эфира формалина и высокой температуры эпидемиология грипп это антропонозная инфекция с воздушно-капельным путем передачи вирус а чаще дает эпидемии вирус б локальная эпидемии которые протекают легче а вирус c дает спорадическую заболеваемость в республике башкортостан ежегодно на грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции расходуются пол миллиарда рублей это прививки медикаменты и оплата листов нетрудоспособности в чем же причина новых разрушительных эпидемий гриппа это уникальная изменчивость белков вируса гриппа изменчивость как было сказано связано с гемаглютинином и нейроаминидазы люди болевшие ранее гриппом полностью восприимчивы к новому сиротипу который появляется например сингапуре или на тайване через несколько месяцев случаи болезни отмечаются в москве архангельские минске эпидемия разрастается как снежный ком и захватывает все новые города а в каждом городе она длится от 4 до 6 недель новый вариант вируса не остается стабильным и те вирусы гриппа которые выделяются в конце эпидемии не идентичны вирусом выделенным в начале по гемаглютинину и нейроаминидазе то есть происходит антигенный дрейв вируса в чем же заключаются условия циркуляции вируса гриппа среди людей вирус гриппа циркулирует если отсутствует коллективный или популяционный иммунитет он приобретается за счет прививок и за счет перенесения инфекции возникают новые антигенные варианты вируса гриппа этому способствуют генетические рекомбинации и мутации между птичьими свиными и человечьими вирусами не так давно мы обратили внимание на одно сообщение в печати в бразилии в июле 2020 года зарегистрирован новый случай свиного гриппа у 22-летней сотрудницы мясоперерабатывающего предприятия хотя заболевание протекало в легкой форме но увеличилась агрессивность генома вируса а за последние 15 лет обнаружено 25 новых типов вируса свиного гриппа вирусы имеют высокий пандемический потенциал такой же как при коронавирусе поэтому при дальнейшей мутации увеличивается вероятность передачи вируса между людьми в межэпидемический период вирусы гриппа сохраняются в организме домашних и диких животных дети до года болеют гриппом в три раза чаще чем школьники и в пять раз чаще чем взрослые патогенез гриппа вирус пневмотропный обладает сродством к дыхательным путям а именно клеткам цилиндрического эпителия верхних дыхательных путей вызывает их некроз остатки клеток и белки всасываются в кровь возникает вирус эмия повышается температура возникает аллергизация организма повышение проницаемости слизистых оболочек приводит к возникновению бактериальных осложнений и развитию вторичного иммунодефицита клиника инкубационный период от нескольких часов до трех дней начало острое характерная общая интоксикация катаральное явление ринит лирингит трахеит осложнение в виде бронхита пневмонии энцефалита и менингита грипп активируют хронические заболевания и снижает иммунитет возникает длительный астенический синдром иммунитет при гриппе типа специфический и штамма специфический для гриппа а он составляет 12 года а для гриппа б от трех до пяти лет лабораторная диагностика лабораторной диагностики вирусных инфекций используют два принципа и это важно запомнить потому что лабораторная диагностика вирусных инфекций и следующих также проводится в соответствии именно с этими двумя принципами первый принцип это ранняя диагностика это вирусологические методы они направлены на обнаружение возбудителя второй принцип это ретро спективная диагностика это выявление антител с восьмого дня болезни сыворотках крови переболевших людей исследуемый материал отпечатки слизистой оболочки носовой полости смыв из носоглотки берется в первые три дня болезни от трупа берутся кусочки легочной ткани соскоб слизистой оболочки трахеи и бронхов и так ранняя диагностика это риноцитологическое исследование со слизистых носовых раковин готовят мазки отпечатки и там обнаруживают измененный цилиндрический эпителий и внутриклеточное включение положительный ответ достигает 80 процентов метод иммунофлюоресценции для того чтобы дифференцировать это грипп парагрипп или аденовирусная инфекция метод иммунофлюоресценции основан на обнаружении вирусного антигена в клетках цилиндрического эпителия носоглотки используют иммуноглобулины меченые флуоресцирующими красителями методика заключается в следующем носоглоточный мазок обрабатывают флуоресцирующей гриппозной сывороткой или гриппозным гамма-глобулином если результат положительный через три-четыре часа образуется желто-зеленое свечение вирусологические методы тоже ранняя диагностика это заражение 10-12 дневных куриных эмбрионов это культивирование вируса в культурах почек человека зеленых мартышек и интраназальное заражение чувствительных животных а это африканские зеленые хорьки второй принцип ретроспективная диагностика это серологические реакции важнейшая из них РСК с парными сыворотками сыворотка крови берется у пациента дважды сначала в первые три дня болезни а потом еще через две недели реакцию ставят на холоду по обычной методике если произошло четырехкратное нарастание титра антител то подтверждается диагноз грипп а у детей до трех лет бывает всего лишь навсего двухкратное нарастание титра антител для идентификации вируса то есть для того чтобы сказать это вирус а b c или среди типа а подтип а0 а1 а2 можно ставить реакцию торможение гемагглютинации в которой участвуют взвесь куриных эритроцитов и типоспецифические иммунные сыворотки также используется реакция нейтрализации в развивающемся курином эмбрионе для уточнения штамма вируса гриппа ситуационная задача вот из всех острых респираторных вирусных инфекций грипп самое массовое и тяжелое заболевание пандемии и эпидемии гриппа охватывают до 50 процентов населения земного шара с каким вариантом вируса связано пандемии и эпидемии и почему они возникают пандемии и эпидемии гриппа связаны с вирусом гриппа а они возникают потому что у вируса высокая антигенная изменчивость это антигенный дрейв незначительные изменения антигенов и это антигенный шифт полная замена антигенов вытесненные варианты вируса сохраняются возможно в организме домашних животных и через определенный промежуток времени могут снова вызвать эпидемию следующая задача в инфекционный стационар поступил больной с подозрением на токсическую форму гриппа состояние пациента тяжелое какие методы диагностики необходимо применить и как провести индикацию то есть обнаружение и идентификацию то есть сказать какой это тип вируса гриппа необходимо применить два метода ускоренный метод это реакция иммунной флуоресценции вирусологический метод на эмбрионах для индикации вируса поставить реакцию гемагглютинации а для идентификации реакцию торможения гемагглютинации с противогриппозными сыворотками к разным типам вируса гриппа профилактика профилактикой гриппа занимались многие научно-исследовательские учреждения и сейчас выбор вакцин достаточно большой это живая гриппозная вакцина для интраназального применения это убитая гриппозная вакцина в которой вирус инактивирован формалином или ультрафиолетовом облучение но на нее может быть общая или местная реакция в уфимском НИИ имени мечникова еще в советское время была создана адсорбированная гриппозная химическая вакцина для групп риска на рынке популярностью среди населения пользуется вакцина грипп пол это полимер субъединичная гриппозная вакцина она содержит поверхностные протективные антигены вирусов гриппа типов а и типов б антигенный состав вакцины изменяется каждый год в соответствии с эпидемической ситуацией вакцину можно вводить 6 месяцев предлагается также вакцина сови грипп это субъединичная инактивированная вакцина она не токсична и содержит гемоглютинин вируса типа b летом двадцатого года на рынок поступила российская вакцина ультрикс квадри это гриппозная четырех валентная инактивированная вакцина против четырех штаммов и вводится она внутри мышечно лечение лечение гриппокомплексная это различные препараты интерферона полученная из лейкоцитов крови донора под действием интерферона гена это противогриппозная сыворотка это гамма глобулин полученный из сыворотки крови доноров иммунизированных живой гриппозной вакциной это большая группа противовирусных препаратов а противовирусных препаратах будет специальная лекция следующая инфекция сегодняшней темы это пара грипп это острое инфекционное заболевание протекает с преимущественным поражением верхних дыхательных путей по таксономии вирус относится к семейству пара миксовириды к роду пара миксовирус имеет пять серотипов морфология типична для пара миксов это сферическая форма диаметр от 100 до 300 нанометров нуклеокапсид имеет спиральный тип симметрии у вируса хрупкая липопротеидная оболочка покрытая шипиками шипики образованы гемоглютинином и нейроаминидазой по длине они меньше чем у вируса гриппа геном представлен одноничатый рнк по антигенной структуре имеется поверхностный с антиген он обнаруживается в рск и внутренний антиген нуклеокапсидный первый тип вызывает эпидемические вспышки именно к этому типу относятся вирус синдай патогены для животных но не патогены для человека а также гемоцербирующий вирус который патогенен для человека тип 2 вызывает круп ложный круп и имеет общий антиген с вирусом паратита тип 3 вызывает тяжелое респираторное заболевание и дает высокую летальность у детей первого года жизни типы 4 и 5 встречаются реже протекают легче и выявляются только в реакции гем-адсорбции резистентность наименее устойчивые вирусы эпидемиология первые три серотипа парагриппа распространены по всему земному шару на парагрипп приходится 30 процентов от всех у рв и а дошкольники составляют половину от числа заболевших это типичный антропонос путь передачи воздушно-капельный вспышки локальная осенне-зимнее и зимне-весеннее когда начинается непогода и мы забываем о том что нужно надеть теплую одежду встречаются на всем земном шаре но больше в странах с умеренным климатом чем странах экваториальной зоны патогенез парагриппозные вирусы размножаются в клетках слизистой оболочки верхних дыхательных путей вызывают воспаление и отек гортани заболевание сопровождается вирусами то есть циркуляции вируса в крови клинические формы ложный круп вызывают типы 1 и 2 бронхиолит и очаговую пневмонию тип 3 чаще встречается у детей и у детей со склонностью аллергии течение бывает более тяжелым у взрослых как правило это ларингит общее самочувствие страдает незначительно иммунитет типоспецифический дифференциальную диагностику надо проводить с гриппом с другими ОРВИ с дифтерией легионелезом корью к клюшам лабораторная диагностика заключается в соблюдении первого принципа это ранняя диагностика выявление специфического антигена в мазках отпечатках со слизистых носовых раковин используется экспресс-метод иммуноферментный анализ метод иммунофлуоресценции к ранней диагностике относятся выделение вируса в почках зеленых мартышек ретроспективные методы с восьмого дня это серо-логические реакции такие же как при гриппе реакция связывания комплимента реакция нейтрализации реакция торможения гемагглюцинации профилактика вакцина не разработана закаливание организма изоляция больных лечение специфического лечения пока нет благодарю за внимание аденовирусы вызывают острые респираторные вирусные инфекции аденовирусная инфекция это антропонозное заболевание преимущественно с воздушно-капельным механизмом передачи вызывается многими серотипами адеровирусов и характеризуется полиморфизмом клиники таксономия название семейства аденовириды происходит от греческого аденожелеза поскольку первые представители этой группы были выделены из аденоидов аденовирусы относятся к семейству аденовириды семейство включает два рода мастаденовирус 90 серотипов и авиаденовирус 14 серотипов семейство объединены вирусы у которых отсутствует внешняя оболочка с кубическим типом симметрии размер вириона от 60 до 90 нанометров геном содержит линейную молекулу двух нитевой днк зрелый вирус состоит из 252 капсомеров антигенная структура сложная имеется 7 структурных антигенов антигены очень устойчивы к факторам внешней среды к действию эфира и хлороформа эпидемиология заболевание антропонозное источником является больной человек в течение четырех недель преимущественно это дети от шести месяцев до пяти лет помимо больного человека к источникам относятся и вирусоносители это взрослые люди страдающие хроническим танзелитом они опасны в детских коллективах пути передачи 3 превалирующий путь воздушно-капельный второй путь компактно-бытовой через предметы обихода и через конъюнктиву глаза и третий путь встречается реже это алиментарный путь аденовирусы распространяются в холодное время года соответствии с тремя путями передачи для них характерны респираторный синдром конъюнктивальный синдром и кишечный синдром удельный вес аденовирусов у детей составляет более 20 процентов чем дети старше тем ниже удельный вес аденовирусных инфекций патогенез входные ворота верхние дыхательные пути конъюнктива глаза эпителий слизистой оболочки кишечника аденовирусы поражают лимфоидную ткань миндалины аденоиды регионарные лимфатические узлы часто встречается вирус эмия клинические формы если поражаются дыхательные пути при воздушно-капельном механизме может возникнуть ринит фаренгит трахеобронхит и привмония при поражении конъюнктивы глаз возникает киратоконъюнктивит представляем среднюю группу детского сада один ребенок уже не домогает его мама привела с начальными симптомами аденовирусной инфекции а второй мальчик пока здоров больной ребенок тянет к себе коричневого плюшевого мишку а здоровый ребенок хочет его отнять и это у него получается тогда больной в сердцах плюет в лицо здоровому мальчику с частичками слизи вирус попадает на конъюнктиву глаза здорового ребенка и у того развивается кератоконъюнктивит при поражении кишечного тракта при алиментарном пути развивается гастроэнтерит типы 3 и 7 вызывают конъюнктивит а типы 40 и 41 вызывают гастроэнтерит следует помнить о том что аденовирусы могут быть онкогенными 12 18 и 31 сиротипы вызывают саркомы еще одно открытие ученых за последнее десятилетие белок аденовирусов белок а д это одна из причин ожирения часто болеющие острыми респираторными заболеваниями люди если они страдают поражением носоглотки у них как правило нарушается кровоснабжение гипоталямуса иммунитет узкий типоспецифический он не защищает от заболеваний вызванного другим сиротипом вируса связан с выработкой вирус нейтрализующих антител а количество вирус нейтрализующих антител возрастает с возрастом появляется к различным типам аденовирусов лабораторная диагностика материал для исследования слизи зева отделяемая конъюнктивы глаза кровь фекалий ранняя диагностика во-первых это вирусологический метод экспресс-метод иммунофлуоресценции это обнаружение специфического антигена в клетках эпителии слизистой оболочки носоглотки культивирование в первичных и перевиваемых культурах клеток в эпителиальных тканевых культурах аденовирусы вызывают два типа цитопатического действия первый тип образуются клеточные скопления в виде виноградной грозди а второй тип возникает дегенерация в виде мелких круглых клеток для типирования ставят реакцию нейтрализации с типоспецифическими сыворотками второй принцип это ретроспективная диагностика это серологические реакции связывание комплимента нейтрализации и торможение гемагглютинации разберем ситуационную задачу в офтальмологическое отделение поступил больной ребенок 4 лет симптомами тяжелого кератоконъюнктивита в анамнезе мальчик посещает группу детского сада там зарегистрирована вспышка острого респираторного вирусного заболевания какой материал надо направить вирусологическую лабораторию и как провести исследование вирусологическую лабораторию надо направить отделяемые конъюнктивы глаза метод это вирусологическое исследование заражение культуры клеток в среде 199 и проверка цитопатического действия вируса профилактика против отдельных типов получены живые и убитые вакцины аденовирусная вакцина со встроенными геном геномами корона полуш послужила основой для создания вакцины против ковид 19 спутник в лечение аденовирусных инфекций проводится интерфероном благодарю за внимание корь продолжаем лекции по воздушно-капельным вирусным инфекциям корь острое инфекционное заболевание преимущественно детей характеризуется повышением температуры сыпью катаральными явлениями слизистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз таксономия вирус относится к семейству пара миксовериде роду морбеля вирус свойства вирус имеет типичную для пара миксовирусов морфологию это сферическая форма диаметр вириона от 120 до 250 нанометров отличие от других пара миксовирусов отсутствие нейраминидазы вирус размножается в первичных культурах почек обезьян в клетах омонового рога человека и в перевиваемых тканевых культурах характерно цитопатическое действие это образование гигантских многоядерных клеток симпластов антигенная структура вириона однородно резистентность во внешней среде вирус разрушается при нагревании до 55 градусов инактивируется эфиром формалином ультрафиолетовым облучением эпидемиология источник больной человек с конца инкубационного периода и первые три дня заболевания путь передачи воздушно-капельный в результате обильных выделений из носоглотки и конъюнктивы глаза вирус распространяется при кашле при чихании и разговоре поражает главным образом детей от двух до шести лет до шести месяцев дети имеют пассивный естественный иммунитет полученный через плаценту от матери первое описание эпидемии кори на форельских островах в 1846 году наблюдал паном в период эпидемии которую описал паном заболело шесть тысяч человек из семи тысяч семьсот восьмидесяти двух жителей заболели не только дети но и старики следует помнить что корь одна из самых заразных инфекционных болезней вирус проникает в соседние помещения через коридоры лестничные клетки из ста детей находящихся одновременно в одном помещении с коревым больным реально может заболеть более 90 эпидемические вспышки кори обусловлены восприимчивостью населения основные особенности кори на современном этапе источник кори больные со стертой или митигированный корью в связи с массовой иммунизацией возрастает число больных среди подростков и взрослых у взрослых корь протекает тяжело и с осложнениями отмечается подъем кори в девятнадцатом двадцатых годах у непривитых болеют взрослые люди нередко мигранты чтобы остановить распространение кори охват профилактическими прививками должен быть 95 процентов а не как на украине только 54 процента патогенез вирус проникает верхние дыхательные пути размножается в клетках эпителия и попадает в кровь вызывая вирусы мию фиксируется в органах ретикулоэндотелиальной системы происходит снижение реактивности организма наслаивается вторичная бактериальная флора возможные рецидивы и развитие аллергии клиника корь имеет несколько периодов инкубационный среднем 14 дней продромальный характерен для ранней диагностики кори признак появления пятен бельского филатова коплика пятна появляются на 1-2 дня раньше кожной сыпи они выглядят как беловато-желтые точки на слизистый щек период разгара характеризуется сыпью популезного характера в области лба за ушами затем сыпь распространяется по всему туловищу и конечностям температура длится около недели период реконволесценции самое частое осложнение пневмония но примерно в одном на две тысячи случаев возникает редкое осложнение в виде энцефаломиелита иммунитет пожизненный лабораторная диагностика обычно корь легко диагностируется по клинике и наличие пятен коплика филатова материалом для исследования является кровь и носоглоточный смыв методы ранней диагностики вирусологический метод вирус выделяют в первичных культурах почек обезьян в клетках амниона человека или в перевиваемых тканевых культурах цитопатическое действие проявляется образованием гигантских многоядерных клеток симпластов для идентификации применяется реакция торможения гемагглютинации и реакция флуоресценции основанная на обнаружении специфического антигена экспресс диагностика иммуноферментный анализ когда обнаруживают антитела класса иммуноглобулины с помощью соответствующих антисыворот ретроспективная диагностика серологические реакции связывание комплимента реакция торможения гемагглютинации реакция нейтрализации реакция нейтрализации ставится в культурах тканей вирус кори вызывает развитие цитопатических изменений разберем конкретную ситуационную задачу мальчик 9 лет болен 3 день при обследовании врач обнаружил высокую температуру 38,5 кожа чистая сыпи нет сухой грубый кашель нос заложен слизистая носоглотки гиперемирована на слизистый щек пятна филатого коплика врач поставил предварительный диагноз корь в катаральный период в чем заключается патогенез кори как подтвердить диагноз лабораторными методами и какие препараты применить для профилактики кори патогенез или механизм развития кори заключается в том что возбудитель проникает в организм через слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз дальше попадает в лимфатические узлы в кровь поражает эндотелий кровеносных сосудов капилляров развивается отек и некротическое изменение ткани за одни сутки до появления сыпи на слизистый щек появляются фиатно-филатова коплика которые обнаружены у данного пациента лабораторная диагностика заключается в исследовании смыва из носоглотки исследовании крови вирус обнаруживают в патологическом материале с помощью риф ртга и реакции нейтрализации для серологической диагностики в более поздние сроки можно использовать рск и ртга профилактика активная профилактика это вакцинация детям первого года жизни вводится коревая вакцина л16 или ассоциированная вакцина а в очагах контактным детям вводится коревой иммуноглобулин профилактика кори самая главная специфическая профилактика так как циркуляция вируса прекращается при охвате вакцинации 95 процентов детей иммунизация проводится живой вакциной ленинград 16 или ассоциированной против кори паратита краснухи прививки обязательные детям с 12 месяцев для серо профилактики или пассивной профилактики контактным вводят коревой гамма глобулин лечение кори только симптоматическое при осложнениях назначаются антибиотики благодарю за внимание продолжаем тему вирусная инфекция краснуха это острое инфекционное заболевание вирусной этиологии с воздушно-капельным путем передачи характеризуется умеренной интоксикацией наличием сыпи и увеличением затылочных лимфоузлов для врожденной краснухи характерно тяжелое течение с формированием множественных пороков развития таксономия царство вира семейство тога вирида род руби вирус вирус краснухи это сферическая частица диаметром 50-70 нанометров состоит из нуклеокапсида покрыта двойной мембраной содержит молекулу рнк на поверхности вируса расположены шипы которые заключают в себе гемоглютинин вирус патогенен для некоторых видов обезьян вирус относительно не стоек быстро погибает при нагревании до 56 градусов и при высушивании в замороженном состоянии сохраняет инфекционное свойство несколько лет эпидемиология резервуар человек источник больные люди острой краснухой дети врожденной краснухой и вируса носители пути передачи воздушно-капельный трансплацентарный в период вирусомии у беременных женщин контактный факторы передачи отделяемая из носоглотки кровь фекалии моча восприимчивость краснухи высокая наиболее высокая заболеваемость у детей от 5 до 14 лет краснуха может приобретать характер эпидемии сезонность зимне весенние патогенез вирус попадает в организм через слизистые оболочки верхних дыхательных путей затем проникает в регионарные лимфоузлы там размножается что клинически проявляется катаральным синдромом затем наступает вирус эмия вирус разносится по организму фиксируется в лимфоидных клетках антитела появляются через три дня после появления сыпи клиника инкубационный период от двух до трех недель продром до двух дней период высыпаний три-четыре дня и период реконволесценции клиническая картина приобретенной краснухи это субфибрильная лихорадка сыпь и увеличение шейных лимфатических узлов симптомы появляются одновременно лимфа отмечается субфибрилитет температура 37,3 37,8 самочувствие страдает мало и о наличии заболевания судят по наличию сыпи сыпь при краснухе обильная мелкопятнистая появляется одномоментно локализуется на лице на туловище на животе отмечается лимфоаденопатия шейных и затылочных лимфатических узлов а также конъюнктивит и легкая одотловатость лица синдром врожденной краснухи если инфицирование женщины вирусом краснухи происходит в начале беременности вероятность того что она передаст вирус плоду составляет 90 процентов дети с синдромом врожденной краснухи могут страдать от нарушений слуха дефектов глаз пороков сердца может быть аутизм сахарный диабет и дисфункция щитовидной железы самый высокий риск синдром врожденной краснухи в тех странах где женщины детородного возраста не имеют иммунитета к этой болезни благодаря крупномасштабной вакцинации против краснухи синдром врожденной краснухи во многих развитых странах и в некоторых развивающихся странах практически ликвидирован но синдром врожденной краснухи остается проблемой в африканском регионе и в странах юго-восточной азии где самый низкий уровень охвата вакцинации для самой беременной женщины краснухи не представляет особой опасности риск для плода в первом триместре беременности вирус краснухи переданный плоду на 90% обуславливает риск тяжелых заболеваний заболевание краснухи на 3-4 неделе беременности вызывает физические отклонения в 60% случаев пороки сердца встречаются в 98% случаев врожденной краснухи и 84% случаев обнаруживается поражение органов зрения лабораторная диагностика материал для выделения вируса отделяемая носоглотки кровь моча испражнения при диагностике внутриутробной инфекции исследует биоптат ворсин хориона образец клинического материала используется для заражения культуры клеток наиболее часто используют клетки почек африканских африканских зеленых мартышек это вирусологический метод он высокоспецифичен но очень дорог и длителен применяется немногими лабораториями молекулярно-генетические методы это полимеразо-цепная реакция иммунохимические методы это иммуноферментный анализ определяют уровень иммуноглобулинов М он появляется в первые дни заболевания достигает максимума на второй третьей недели иммуноглобулины G выявляются на три дня позже уровень их нарастает через месяц от начала заболевания иммуноглобулина G персистирует в организме пожизненно разберем примеры по заражению краснухой беременных женщин на прием гинекологу пришла женщина ей 31 год у нее десятая неделя беременности по профессии женщина медицинская сестра она работает в детском саду а за последнюю неделю там трое детей заболела краснухой пациентка тревожится за будущего ребенка есть ли основания для беспокойства и как исследовать заражена женщина краснухой или нет основания для беспокойства есть вирус краснухи очень заразен и он обладает тератогенным действием на плод особенно в первый триместр беременности у данной пациентки надо взять смыв со слизистой носа и зева кровь и мочу можно выделить вирус культуре клеток а можно поставить серологические реакции диагностическое значение имеет четырех кратное нарастание титра антител четырех кратное нарастание титра иммуноглобулина будет свидетельствовать о первичном инфицировании следующая задача женщине в первом триместре беременности поставлен диагноз краснуха диагноз подтвержден лабораторно от прерывания беременности женщина отказалась в чем заключается специфическая профилактика врожденной краснухи и какова тактика врача в данном случае единственная мера предупреждения развития краснухи у женщин детородного возраста это вакцинация до зачатия но беременность это противопоказание для вакцинации так как живой вакцинный штамм может вызвать тератогенное действие тактика врача рекомендовать иммуноглобулин который содержит антитела к вирусу краснухи иммуноглобулин он купирует клинические симптомы у беременной женщины но он не предупреждает внутриутробное развитие пороков у плода профилактика краснухи она осуществляется в трех направлениях детям в возрасте одного года и шести лет девушкам с тринадцати лет и женщинам перед планированием беременности самый распространенный препарат комбинированная вакцина против кори краснухи паротита это три вакцина она снижает нагрузку на организм и сокращает число побочных эффектов специфический иммунитет развивается через пятнадцать дней и сохраняется несколько десятков лет почти у ста процентов привитых лечение специфического лечения при заболевании краснухой нет лечение проводится в домашних условиях постельный режим назначается всего лишь на 3-4 дня по показаниям применяют симптоматические средства прогноз при приобретенной краснухе он хороший в подавляющем большинстве случаев иммунитет сохраняется всю жизнь при врожденной краснухе он очень плохой смертность выше 15 процентов отмечается задержка в развитии ребенка и пороки развития ребенка благодарю за внимание сегодняшняя тема натуральная оспа это еще одна вирусная инфекция которая передается воздушно-капельным путем но это особо опасная инфекция и можно с гордостью сказать что человечеству эту инфекцию удалось победить в двадцатом столетии натуральная оспа вариола майер от латинского слова варус пятно относится к числу известных человечеству болезней были времена когда оспа косила массы людей а выживших оставляла слепыми и обезображенными на коже у них оставались многочисленные рубцы и язвы историю оспы насчитывает тысячелития описание болезни содержится в древних китайских и священных индийских текстов поэтому ученые предполагают что родина натуральной оспы это древний китай и древняя индия эпидемии оспы систематически поражали страны мира не щадя ни богатых ни бедных вселяя великий страх жертвами оспы были людовик 15 королева англии мария стюард вторая император германии иосиф русский царь петр второй английская королева елизавета первая к началу пятнадцатого века натуральная оспа прочно обосновалась в центральной европе и проникла в великобританию в пятнадцатом семнадцатом веках беспощадная пандемии охватили европу малую азию африку не была исключением и россия в 1610 году оспу занесли в сибирь она произвела там столь сильное опустошение что люди в панике покидали обжитые места английский врач эдуард дженер открыл вакцинацию против оспы в 1796 году об этом подробнее мы рассказываем в своей лекции посвященной вакцинам несмотря на доказанную в англии эффективность вакцинации оспо прививание очень медленно внедрялось в других странах очень опустошительной была пандемия 1870 1874 годов в нашей стране первый закон об обязательном оспо прививании был издан в 1919 году а в октябре 24 года было соответствующее постановление правительства прививка против оспы стала обязательной на первом году жизни детей в советском союзе лишь к 1936 году страшная вирусная инфекция перестала угрожать жизни россиян благодаря широкому применению вакцины оспа затихла во многих местах земного шара приложив необходимые усилия и мобилизовав средства под руководством всемирной организации здравоохранения мир смог добиться в 1977 году ликвидации оспы оспы и это было сертифицировано генеральной ассамблеей всемирной организации здравоохранения в 1980 году но в природе ни одна экологическая ниша не остается свободной после ликвидации циркуляции вируса натуральной оспы в тропических лесных районах был обнаружен вирус оспы обезьян он по биологическим и антигенным свойствам близок к вирусу натуральной оспы он может вызывать заболевания у людей оно обычно протекает легче чем натуральная оспа и летальность при оспе обезьян 15 процентов а при натуральной оспе 50 100 процентов покс вирус возбудитель натуральной оспы покс вирусы это семейство крупных днк содержащих вирусов которые вызывают заболевания у человека у животных и заболевания выражаются в поражении кожи возникает постулезный дерматит стоматит то есть натуральная оспа вирус натуральной оспы это крупный вирус в 1892 году гварньери обнаружил в гистологических срезах роговицы кролика зараженного оспенным материалом внутриклеточное включение они имели размеры от 1 до 10 микрометров морфология вирус оспы имеет сложное строение форма параллелепипеда закругленные углы размер 250 нанометров нуклеотид покрыт трехслойной оболочкой культивирование культивируется в куриных эмбрионах и на хореон алантоисной оболочки возникают белые мелкие резко ограниченное от окружающей ткани точечное поражение также вирус культивируется в клеточных культурах антигенная структура антигенных разновидностей нет но есть общие антигены с вирусом вакцины резистентность вирус оспы устойчив к действию фенола к высыханию но чувствителен к действию света при 600 градусах цельсия он погибает в течение одного часа при действии перманганата калия погибает через 1 час патогенность для животных к вирусу натуральной оспы чувствительны обезьяны патогенез это карантинная особо опасная инфекция характеризуется лихорадкой и сыпью и оставляет рубцы напомним страницы из книги юрия шапира воспоминания о прожитой жизни итак вспышка оспы в москве в 59 60 50 годах хотя болезнь и была побеждена в границах советского союза до всемирной ликвидации случались вспышки оспы которую завозили из-за рубежа вот один случай который произошел в москве в декабре 59 года московский художник кокорекин в декабре 59 года посетил индию ему было 53 года он рисовал плакаты в стиле социалистического реализма был лауреатом многочисленных сталинских премий в индии он присутствовал на сожжение умершего брамина набравшись многочисленных впечатлений подарков он вернулся в москву на сутки раньше чем его ожидала жена эти сутки он провел у любовницы отдал ей подарки а подгадав по времени прилет самолета из дели на следующий день приехал домой отдал подарки жене но почувствовал себя плохо повысилась температура и жена вызвала скорую помощь сначала пациента осматривали в поликлинике там заподозрили грипп а затем направили в инфекционное отделение больницы имени боткина где его разместили в палате вместе с гриппозными больными диагноз натуральная оспа установлен при жизни не был на патолого анатомическом вскрытии присутствовал академик краевский к академику приехал в гости старичок патологоанатом из ленинграда он был с большим стажем работы старичок посмотрел на труп и сказал да это батенька вариола вера черная оспа и старик оказался прав завертелась машина советского здравоохранения наложили карантин на инфекционное отделение кгб начал отслеживать контакты как выяснилось жена и любовница повели себя одинаково обе побежали в комиссионки сдавать подарки обозначилось несколько случаев заболевания оспы в москве окончившихся летальным исходом больницу закрыли на карантин и было принято решение вакцинировать оспенной вакцины все население москвы статистика во время данной вспышки в москве заболела 19 человек семь родственников девять человек персонала три пациента больницы куда был госпитализирован пациент с нераспознанной оспой от них заразились еще 23 человека от этих еще трое и трое из 46 скончались лабораторная диагностика натуральной оспы исследуемый материал элементы сыпи на коже и слизистых оболочках первый экспресс метод это обнаружение телец гварниери внутриклеточных включений с помощью окраски по морозову также электронная микроскопия полимеразоцепная реакция и реакция иммунофлюоресценции во вторых это вирусологический метод на 10 12 дневных куриных эмбрионах и также выделение вирусов тканевых культурах для идентификации вируса постановка реакции гемоадсорбции и обнаружение цитопатического действия вируса в третьих биопроба кролика заражают скарифицированную роговицу глаза и в срезах из роговицы обнаруживают внутриклеточные цитоплазматические включения тельца гварниери сирологический метод это ретроспективная диагностика реакция нейтрализации реакция связывания комплимента реакция торможения гем агглютинации диагностический титр реакция торможения гем агглютинации 1 к 160 нарастание титра антител динамики не менее чем в 4 раза подтверждает данный диагноз хотя натуральная оспа ликвидирована уже в 1980 году рассмотрим что было бы если гипотетически в инфекционной больнице находился бы больной с диагнозом натуральная оспа ну раз это карантинная инфекция то конечно объявили бы карантин а какой материал взяли бы от больного и какие методы выделения чистой культуры можно было использовать от больного взяли бы содержимое визикул и пусту и кровь вирус выделили бы путем заражения куриного эмбриона и тканевых культур а идентификацию провели бы по гемоглютинирующей активности вируса и по цитопатическому действию профилактика это правильная и своевременная организация противоэпидемических мероприятий важная мера это оспопрививание существует несколько видов оспенных вакцин дермальная вакцина она получена путем накожного заражения телят вирусом вакцины вирус предварительно пассируют через организм кролика для усиления иммуногенности во-вторых это ово вакцина готовится из суспензии хорион олантоисной оболочки куриных эмбрионов зараженных вирусом вакцины и наконец тканевая оспенная вакцина из однослойной культуры тканей при возникновении оспы больных и лиц подозрительных на заболевание немедленно изолируют и госпитализируют в специально оборудованный стационар лиц которые соприкасались с больными или с вещами больных изолируют для медицинского наблюдения на 14 дней наряду с вакцинацией им проводят экстренную профилактику в течение 5 дней внутримышечно вводят донорский противооспенный гамма глобулин лечение еще в конце 19 века доктор губерт предложил лечение оспы путем ежедневных повторных прививок противооспенной вакцины уже зараженным людям в результате такого метода удавалось значительно смягчить течение болезни лечение проводится только в специально оборудованном стационаре особое значение придается уходу за больными местной терапии при поражении глаз ротовой полости если болезнь протекает тяжело проводится интенсивная дезинтоксикационная терапия при осложнениях назначаются антибиотики широкого спектра действия выздоровевших выписывают из стационара после полного отпадения корочек и чешуек прогноз при легких формах выздоровления а при тяжелых формах исход летальный благодарю за внимание до 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 Продолжение следует...